В последнее время тема военных городков широко обсуждается в правительстве области. Стоит серьёзная задача сделать так, чтобы люди, живущие в некогда закрытых городках, а это четверть миллиона населения, чувствовали себя не хуже жителей остальной части Подмосковья. Как отметил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Московской области Юрий Олейников, изношенность коммунальных систем в бывших воинских частях в полтора-два раза превышает все нормативы. Состояние многих объектов аварийное. С 2013 года в соответствии с соглашением с Министерством обороны мы системно занимаемся передачей военных городков. Три стадии, даже четыре стадии проходит этот процесс. Первый – это наше Министерство имущественных отношений занимается приёмом и передачей военных объектов. Это земля, это коммуникации, это объекты разного рода. Юрий Олейников уточнил, что передавать будут все городки, их в Подмосковье более 400. На сегодня принято 56, а до конца года к ним прибавится ещё порядка 80. Приоритет области отдан поселениям с наиболее изношенной инфраструктурой. Для этого муниципальным и региональным властям предстоит провести инвентаризацию, чтобы оценить объёмы финансирования. На встрече с жителями городков выбраны приоритетные объекты, подпадающие под реконструкцию. По предварительным подсчётам, расходы бюджета на ближайшие 3-4 года превысят 30 миллиардов рублей. Необходимые изменения в бюджет внесла Московская областная дума. Восстанавливать городки начнут с дорог. Следом по важности идут ремонт освещения, социальных объектов, школ, детских садов, учреждения здравоохранения культуры и спорта. На пресс-конференции военных городков и наукоградов Подмосковья отдельно шла речь о поселении Монина. В этом бывшем военном городке будет вестись реконструкция, полностью отремонтируют дом культуры, регбийный стадион, восстановят кадетский корпус. Работы уже начались. То, что касается спортивного комплекса и великой команды регби, я думаю, что мы восстановим там стадион, и он заложен, его реконструкция и окончание строительных работ. То, что касается кадетского корпуса, наконец, министр обороны четко поставил точку, что средства есть, училище будет отстроено, и там будет серьезный кадетский корпус. Как отметил Олейников, в поселении ведется замена тепловых сетей, ремонт дорог. Правительство области постарается сохранить уникальный музей авиации. Соседний с нами округ Фрязино и его градообразующие предприятия «Исток» стали колыбелью СВЧ-электроники. Наукоград признан особой экономической зоной техников внедреческого типа. В такие зоны, в которых наука тесно сливается с производством, должны превратиться все наукограды. И в каждом найдется то, что могло бы заинтересовать любознательного туриста – уникальные экспериментальные установки. Губернатор, повернулись, поставили задачу развивать внутренний туризм, подмосковный туризм. Одна из его составных частей обязательно должна быть именно вот этот научный, научно-технический туризм. Я думаю, что больше для молодежи. Лично попрошу Андрея Юрьевича, чтобы мы с Буцаевым возглавили это направление научно-технического туризма в Подмосковье. Законодательной базой послужит законопроект о Национальном центре СВЧ-электроники. Его рассмотрит новый состав Государственной Думы. Таким местом притяжения определено предприятие «Исток». Созданная вокруг него особая экономическая зона уже сегодня предоставляет инвесторам преференции для внедрения научных разработок в нашу повседневную жизнь. Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо. Спасибо. Спасибо.